Через четыре года в Университете Нью-Йорка в отделении Стоуни-Брук будет открыт Центр Мужчин и Маскулиности. Его возглавит профессор социологии Майкл Киммел. Среди советников, которые могут быть и спонсорами, будут актриса и эксперт по фитнесу Джейн Фонда, Глория Стайном и Ив Энслер. Автор монологов Вагины. Привет всем. Мне вчера подписчик, большое ему спасибо, подогнал ссылку на гигантскую запись длиной 8 часов. Запись называется Moscow Mail Fest 2020. В общем, это некое событие, которое происходило в таком смешанном онлайн и оффлайн режиме 5 декабря. Если бы мне не прислали эту ссылку, я бы о нем так и не узнал. Собственно, это, наверное, первая такая интересная черта. Я, в общем, считаю себя человеком, который, в общем, держит руку на пульсе в таких вопросах. Вот. Я об этом не знал. И это, в принципе, часть общей картины. Я эти 8 часов прослушал целиком, осилил. Вот. Не уверен, что вам это стоит делать. Ну, как хотите, в общем, если хотите. Я дважды прослушал участок выступления того единственного человека, который озвучивал что-то похожее на нормальную человеческую мужскую повестку. Зовут этого человека Александр Эмрис. Сейчас два слова про него тоже скажу. Вот. Честно, я, опять же, я не знал. Может, это говорит о моем ограниченном и узком взгляде даже в пределах моносферы. Я, честное слово, не знал, кто такой Александр Эмрис до вчерашнего дня. Вот вообще. И это тоже падает в общую картину того, что, собственно, происходило 5 декабря. Если так в целом обозначить общее впечатление от всей записи, всего, что говорилось, я бы сказал так, что, ну, феминистские уши видны невооруженным глазом во всем абсолютно. То есть это мизандрия в основном, достаточно слабо прикрытая. Ну, местами чуть-чуть было там меньше, местами чуть-чуть больше. Но в целом сейчас я, когда пройдусь по отдельным топикам презентации, вы увидите, что даже из названия понятно, что это, ну, просто немыслимо было бы, да, в таком... даже ставить такой вопрос. Он как бы его уже постановка сама, тезиса оскорбительна. И тем более невозможно, сейчас попробую, если не забуду, поупражняюсь представить, как бы выглядел, например, аналогичный, но зеркально развернутый топик, скажем, на FEM-фестивале. А между прочим, сейчас об этом тоже будет, разгадка кроется в том, что это делается как продолжение FEM-фестиваля делалось. И понятно, как бы, что и команда общая, и повестка общая, и, в общем, все, в принципе, встает на место. То есть я, собственно, потратил там где-то полдня в фоновом режиме, там частично слушал, частично читал, и пытался составить для себя картину, откуда все это. То есть реально я решил, то есть конкретную фразу я вынес в заголовок, потому что я действительно вчера был в непонятках, что это, блин, было. Частью этого вопроса является также, кто, блин, все эти люди? Кто все эти люди, которых я впервые вижу? Ладно, я узнал там несколько лиц, там, да, я их знаю, потому что там ВШ было, а ВШ как бы я уже, уже некоторым образом знаю, став ВШ часть его, по крайней мере. Но в целом, в общем, кто все эти люди, которые говорят от имени всех мужчин, там, или большой их части, которых даже никто не знает, кто это вообще. Ну, короткий ответ, это люди, откуда надо люди, в общем, это попавшие туда в силу определенных, я так понимаю, деловых связей, в общем, не более того. Я, наверное, сам этот вот MailFest цитировать не буду вообще, еще не хватало, в общем, кто хочет, как бы, смотрите, значит, что хочу сказать про единственного докладчика, который сказал что-то, в общем-то, вменяемое. Зовут его Александр Эмрис. Я до вчерашнего дня, я говорю, не знал, кто это. Оказывается, это то ли руководитель, то ли одно из первых лиц в неком сообществе, которое называется «Разумный маскулизм». Сайт называется «Тру маскулизм», да, естественно, поскольку «тру», ну «тру» значит «тру», это же означает, что больше правды. Сразу вот из повестки там, я посмотрел, естественно, заглянул тут же на ВКонтакте, оказалось, что у нас даже есть общие друзья на ВКонтакте даже, вот, я вот действительно был не в курсе, но, учитывая всю повестку, которая там сейчас рассматривалась, ну, опять же, это не я говорю, это просто вот факт, который я сейчас дам в скриншоте. Вот что рассказывает о себе сам господин Эмрис. Это я не написал, я просто показываю, я даже не уверен, сейчас стоит ли это озвучивать, в общем, но я задержу на кадре какое-то время, просто прочитайте. По фотографии это именно он. Может ли это быть просто клеветой, фейком, я не знаю. Но, судя по всему, что там я посмотрел, находится вот в этом, в разделе и в правилах сообщества «Разумный маскулизм», в общем, похоже, что разумный маскулизм, он вот такой вот. Ну, это, во-первых, в понимании самого Александра, да, а во-вторых, в понимании тех, кто организовывал мероприятия. И, собственно, отсюда становится понятно, как он там оказался вообще. То есть, если бы его там не было, то не было бы озвучено вообще ничего из вот, ну, такой нашей нормальной человеческой мужской действительно повестки. Там, ну, практически ничего не было, какие-то отдельные вкрапления. Действительно, вчера вот подписчик написал, это, в общем-то, разумно, когда сидит, значит, на панели участников сидит человек, который мужского пола, который представлен какой-то там эксперт, и когда идет речь про, например, там, про юридический аборт, и он гуглит про это, сидит. Кто, блин, эти люди? Кто им вообще дал право вообще говорить об этих темах? Это, честно, просто волосы шевелятся. Я даже не знаю, как к этому ко всему относиться, честно, по поводу господина Эмриса. С одной стороны, если бы он этого не озвучил, там бы никто этого вообще ничего бы не сказал. Правда, и он сказал, в общем, немного. Ну, наверное, сколько времени дали. Ну, в общем, вот помните еще раз, да, что я говорил, что такое слово «гендер» в реальном практическом значении? Вот вам прямая, живая иллюстрация. То есть вот гендер, это он либо есть, либо нет. Вот, соответственно, событие, которое происходило, было в полном значении этого слова «гендерное». Поэтому мужчин там представлены не были. Цисгендерные. То, что они называют цисгендерными мужчинами. Там постоянно, кстати, я посмотрел там докладчиков, которые на иностранном языке вчера выступали, представлены как суперэксперты по маскулинности, которых очень тяжело найти. Знаете, вот я, честно говоря, когда некая организация заявляет о каком-то международном фестивале про маскулинность, и на нем будут суперавторитеты, и среди этих авторитетов нету Уоррена Фаррелла, вы знаете, у меня как-то вызывает сразу сомнение. Я даже почитал, то есть этих людей, их даже гугли тяжело найти, потому что они практически нигде и ни в чем никогда не были задействованы. Ну так ладно, в общем, оставим Александра Эмриса. В общем, по крайней мере, если бы он, я говорю еще раз, этого не сказал, не сказал бы никто. Наверное, это единственное, что можно посмотреть. Там не только он говорит, несколько человек с его участием. Наверное, это была самая разумная часть, какая прозвучала, где хоть какие-то разумные вещи звучали. Но в целом, учитывая, кто говорит, я бы сказал, что очень интересно выбирают участников для маскулинной повестки. И, собственно, становится понятно, почему там я видел уже, не помню, там то ли на самой конференции, то ли в другом месте это было озвучено, что когда спрашивают, по-моему, Александр как раз отвечал сам, то есть спрашивают, а в чем, собственно, разница, что общего, в чем разница между феминизмом и маскулизмом, то Александр, в общем, ничтоже сумняшися, говорит, что феминизм, он только за женские проблемы, понимаете, вот он за них борется. Тут бесспорно, да? А маскулизм, он другой, он борется за равенство всех. Меня, конечно, поправьте, я что-то, может, не понимаю в этом мире, но я так думал, что те, кто борются за равенство, их называют эгалитарионисты. И несложно было найти представителей, которые бы вполне сказали, очень разумно могли бы высказаться по этому поводу. Что называется, можно случайное слово, наверное, вбить даже в YouTube и попасть там на 2-3 человека, которые бы готовы были выступить очень разумно на эту тему. Ну, а поскольку вы зовете вот такого вот человека, ну, как бы не удивляйтесь, что у вас вот феминизм, он за женщин, а маскулизм, он за всех. Я бы сказал, что не надо здесь воспринимать как вершину, там, авторитетную точку о маскулизме. Очень много людей с вполне себе маскулинным гендером, вполне себе определившиеся, да, они не согласятся с этой точки зрения. К популярности, значит, вот канал «Разумный мускулизм», который имеется на YouTube, у него вот 179 подписчиков, вот, большой авторитет. На ВКонтакте 4,5 тысяч участников и даже 28 из моих друзей на ВКонтакте. Я, честно, я особо не фильтрую, у меня, как бы, человек приходит в запрос, друзья, я добавляю, я просто все равно ничего не пишу ВКонтакте, поэтому, в общем, лишним не будет. Но, в общем, видимо, кто-то в это сообщество даже из моих друзей на ВКонтакте входит. Тоже с некоторым удивлением. Так вот, значит, по поводу, да, это, собственно, сайт «Тру маскулизм», можете тоже посмотреть. Тут, ну, я бегло просмотрел, у меня возникло какое-то, вот, буквально раздвоение сознания. То есть, с одной стороны, видно, что какие-то куски из повестки МД, такой нормальной, разумной МД-повестки, с другой стороны, перемежается с какими-то постоянно оговорками в сторону, там, разумного феминизма, против гомофобии, и что-то там еще. Короче, ЛГБТ-уши просто, ну, торчат. Ну, пардон, ну, торчат же. Ну, просто факт. Опять же говорю, вот это не я написал, да, как бы, вот это все вот. Если это, как бы, клевета, ну, сори, извинюсь и вырежу этот кусок. Ну, пока вот то, что, как бы, я нашел. Так вот, по поводу самого этого, значит, события. Вот его обложка, это их логотип. Что он означает, не знаю, не спрашивайте. Что тут? Пишем, читаем, значит. Первый образовательный фестиваль о мужчинах и маскулинности в России. Кого и чему они собрались образовывать? Не знаю. Честный разговор о важном, интересном и наболевшем. Вот здесь ложь практически во всех пунктах. Это не было честным разговором, по большей части. Важное, понимают, очень особенная подгруппа людей обоего пола. Сейчас даже не знают, насколько тут правомерно говорить о поле, наверное. Гендера, да, то есть гендерных людей, вот так скажем. Интересным и наболевшим. Но опять, интересным и наболевшим у определенной группы, скажем так, которая, в общем, к основной части мужчин очень мало имеет отношения. Откуда растут уши сразу, да, здесь же тоже, значит, фестиваль, организован в сотрудничестве с ГИОТО Институтом Москвы и фондом имени Генриха Бёлли. Фонд имени Генриха Бёлли не первый раз светится. Часто светится примерно в одних и тех же местах, где светятся ВШЭ, специалисты из ВШЭ. Вот их каналчик, я тут кое-что на нем в свое время смотрел. Собственно, просто можно по заголовкам пройтись и посмотреть, что они... Это я просто смотрю последнее видео свежее. Там «Брак с профеминистом», «Путь к феминизму», «Личный опыт». Это рассказывает глава, между прочим, российского отделения. Его даже в Гугле тяжело найти. То есть человек практически неизвестен никому, кроме какого-то узкой группы особых лиц. Что раздражает профеминиста в поведении других мужчин? Почему мужчины боятся феминизма? Что могут делать мужчины, чтобы поддержать феминизм? Ну, и так далее. Короче, этого тут реально много. Вот тут... Я, по-моему, даже когда-то какие-то реакции делал на какие-то из их материалов, потому что тут... Это вот те самые люди, которые ни разу не прозвучало, между прочим. У них, опять, слово «патриархальность» они используют как синоним вселенского зла. То есть они вообще не отдают себе отчёт, что это означает. То есть у них всё, что не нравится, это всё «патриархальность». Вот. А всё, что положительно, это каким-то образом связано с феминизмом или профеминизмом. Это что касается Генриха Бёлли. «Москва...» Это просто начало, типа, визитная карточка проекта. «Москва Мэлфест» — это новый проект «Джендер Тим». Опять же, это не я написал, это они написали. «Гендерная команда». Сразу по ссылке. Кто такая гендерная команда? Вот, это визитка. «Гендерное просвещение и исследование консалтинг». Я так понимаю, это означает, в общем, гранты и распил, в переводе в основном. Мы — команда профессионалов, журналистов, философов, политологов, психологов, правозащитников, все во множественном числе, которые занимаются проектами в области гендерного просвещения. Когда вы слышите «гендерное просвещение», ещё раз, это не я приписываю, это сами организаторы этого события говорят. «Наша задача — показать, что гендер и феминизм — это не опасно и не маргинально. На мой взгляд, не справились. Что это ни каприз недовольных жизнью женщин, ни бесплодная интеллектуальная игра, ни способ манипуляции через придумывание сложности на пустом месте». Тут они, я думаю, правы, тут корни другие, скорее всего. «Что это про решение абсолютно конкретных жизненных проблем, с которыми сталкиваются почти все женщины и большинство мужчин». Просто месиво, не пойми, из чего. «Что действие стереотипизации современного спектра мужской и женской необходимо для прогресса и повышения качества жизни всех людей». Ну, переведите на русский язык, да, вот с этого вот. Тут у меня иногда до сих пор претензии ставят, что я много иностранных выражений употребляю. «Как вам? Действие стереотипизация современного спектра мужской и женской». Ничего, нормально, хороший русский язык. «Необходимо для повышения качества жизни всех людей». «Мы хотим, чтобы гендерная грамотность стала нормой в России». И, в общем-то, они работают над этим. Итак, предыдущее событие. «Москвау Фемфест». Это не первый раз. По-моему, я в прошлом году увидел. По-моему, когда мы собирались делать хинопоказ, прошлый наш, красные таблетки. По-моему, как раз в «Фемфест» что-то там такое было, звучало. Мне реально стало интересно. Я, наверное, потрачу время, найду материалы, что они говорили в 2020 году. Это было, я так понимаю, недавно. Незадолго до того, как был этот «Мэйл Фест». Я думаю, что там, наверное, будет полный вообще улет, абсолютный. И в его контексте, скорее всего, будет понятно. То есть, что они чуть-чуть убавили там газу, грубо говоря, да, и, в общем, сделали из него... Чуть-чуть прибавили мужчин. Вот так, декоративных мужчин расставили. И с этими декоративными мужчинами сделали вот этот «Мэйл Фест». Но тут вот хорошо написано, я считаю, это прям выдает весь смысл. Выдает, как оно все происходит. Про «Мэйл Фест» написано буквально следующее, что это не мужской фестиваль и не фестиваль мужчин. Это фестиваль о мужчинах и маскулинности. Это важная оговорка, и она многое объясняет. То есть, это о них. Причем о них с определенной совершенно точки зрения. Ну, как бы заточенных определенным образом людей. Целая группа там. Это даже коллектив и не один коллектив. Ну, не знаю, тут остальные проекты, ладно. Все как обычно. Там борьба с обрезанием. Вот. Вот команда профессионалов. Я, в общем, не буду гадать, сколько им 7 лет. Во-первых, странно, что они во множественном числе все написаны. Философы. Там что-то там было. Психологи. Журналисты. Я здесь вижу, в общем, 3,5 человека примерно. Вот. Из них номинально один вот этот вот некто Иван Преображенский. Я уже попытался поискать на Ютубе какие-то полтора видео пятилетней давности. Что-то там мельком говорит на какую-то там международную тему. То есть, ну, непонятно, как участвует. Все остальные мы видим достаточно молодые дамы, у которых вряд ли большой жизненный опыт за плечами. Ни профессиональный, ни жизненный, ни семейный, никакой. Вот. Журналист и специалист по пиару и медиа. Однако, шеф-экс-шеф-редактор телеканала «Дождь». То есть, с этой точки зрения люди непростые. Философ, кандидат философских наук. Специалист по женским и гендерным исследованиям. Вот. Женским и гендерным. Отвечает за смыслы. Это, видимо, вот кому нужно предъявлять претензии по смыслу. Феминистка, координата повозащитных проектов «Фандрайзер». Журналистка, отвечает за тексты и аналитику. Здесь, наверное, тот самый случай, когда аналитика от слова «анал» происходит. Так. Политолог, журналист, отвечает за исследования. Исследование чего, где, непонятно. Ну, в общем. И психолог, создательница образовательного проекта для женщин в смысле. Отвечает за соцсети. Ну, в общем, что дальше? Значит, это я... Все это время я отвлекся на организаторов фестиваля. Ну, от этого события, фестиваль, не знаю. Объединение профессионалов из разных сфер, осоздающих общественно значимые мероприятия и продукты в сфере гендерного просвещения. Скажите, ну, достаточно очевидно, надо понимать, что вот эта группа вряд ли обладает собственными какими-то там средствами, чтобы что-то где-то организовать. Снять какой-то зал, там, организовать какую-то техническую часть в нем. Понятно, что это, ну, это, ну, верхушка. То есть, чтобы все это делать, нужна какая-то финансовая поддержка. И мне можно об этом не рассказывать. Я, в общем, участвовал в организации уже ни одного события, поэтому я знаю, чего это стоит и что для этого нужно. Даже просто, чтобы, там, набрать публикенное количество. Соответственно, это, как я понимаю, ну, фронт-энд. Это верхушка айсберга. На самом деле, кто-то должен был все это оплатить. Вот, скорее всего, это тот самый фонд Генриха Бёль для этого. Я уже посмотрел, что это. Это обычное НКО. Вот, помните, я недавно делал ссылку на рассказ Сахаровского центра о становлении феминизма. И там прямым текстом было сказано, что, собственно, накачка этих событий началась просто с того, что пришел фонд, забыл, Артур Андерсон, что ли, был. Фонд пришел, да, и он просто начал давать бабки на мероприятия. Я так понимаю, что вот точно так же приходит сейчас НКО. Только это фонд Генриха Бёль, это из Германии. Это структура, плотно ассоциированная с партией зеленых и с сообществом, с одружеством партии зеленых. У нас здесь, как бы, тоже есть зеленая партия, да, в России, но у нее в повестку не входит ЛГБТ. Но если открыть любую зарубежную зеленую партию, там тут же немецкое сообщество этих партий, то там будет написано, что у них странным образом сочетаются заботы об экологии с ЛГБТ-правами. В общем, поэтому вот откуда все это, откуда ноги и уши и все остальное растет у этого проекта. То есть вам дают бабки, это вот команда, которая сама бы ничего в жизни бы ничего не смогла сделать. То есть им дали деньги, они устроили. В принципе, ну, как бы, good for you. Другие наши проекты. Образовательный фестиваль о гендерном равенстве и свободе выбора, FEMFest, школа безопасности и благополучия для женщин, ну, понятное дело, проект психологической поддержки женщин-медиков в период карантина. Не знаю, будет нечем заняться, посмотрю, что они там, как они поддерживают. Вот опять же, прямым текстом, чтобы было понятно, откуда такое содержание у этого странного фестиваля. Фестиваль задуман как продолжение Moscow FEMFest. И он реально является продолжением FEMFest. Это я подтверждаю, как человек, который просмотрел все восемь часов. Создано в восемнадцатом году для популяризации гендерной грамотности и освещения, в первую очередь, женской повестки. Ну, естественно, а что, какая-то другая повестка бывает, что ли? Она бывает гендерная, и все, и других не бывает. Как свежесть у рыбы, это самое, мастер Маргарите. Через три года после запуска Moscow FEMFest мы увидели, что общество готово для разговора про маскулинность. Не с мужчинами, не обсуждение какого-то, какие-то договоренности с мужчинами, нет. А про маскулинность. То есть говорить будут те же, но тема чуть-чуть другая. И что для этого нужна самостоятельная площадка, куда придут в том числе и мужчины. Вот разбавили чуть-чуть. Ну, собственно, они действительно разбавили. В некотором количестве мужчины присутствуют, которым не близка феминистская риторика. Я, честно говоря, не увидел ни одного мужчины, которому была бы не близка феминистская риторика на этом фестивале. Так что, в общем, в этом смысле это заявлено, но не достигнуто совершенно. Экспертная поддержка фестиваля. Давайте посмотрим, кто у нас эксперты. Значит, некая Марина Писклакова-Паркер. Ну, собственно, не важно, как зовут, важно. Председатель Центра по предотвращению насилия Анна. Надо дальше пояснять или не надо? Владислав Кривощоков. Социальный психолог, аспирант департамента психологии, факультет сайта наук. Неувше, естественно, откуда еще. Автор телеграм-канала Men and Masculinity Channel. Вы знаете, я не поленился, пошел, посмотрел. Что там за этот замен Masculinity Channel, что это за сенсация, о которой я не в курсе. Ну, у этой сенсации одна тысяча подписчиков. Вот, это примерно, примерно уровень сенсации. То есть, даже начинающий МД-блогер, в общем, мог бы его легко затмить. Ну, опять же, ладно, дело не популярности все-таки, да? Ну, насколько серьезную группу людей человек представляет, да? Кого? И некая Ирина Костерина, значит, программный координатор. Ну, понятно, а это как раз торчащие уши от фонда имени Генриха Белли. Социолог, гендерный исследователь. Ну, мы как люди грамотные знаем, что когда написано «гендерный исследователь», это, понятное дело, исследователь кого. Цисгендерные мужчины туда не входят, напоминаю. Программа, собственно. Это кратко то, что происходило в самой, собственно, в самой записи. Новые нормы мужества, куда движется мир. Дискуссия. Значит, на этой дискуссии, по-моему, было 6 человек, по-моему, сидело по памяти. Из них 4 были дамы, собственно, те самые организаторши, и 2 каких-то, в общем, непонятных там... Да, по-моему, 2 человека, двое мужчин. Мне просто представилось, представьте себе, что, например, сделали бы, пофантазируем, скажем, какое-нибудь сообщество типа «Мужской путь» устроило фестиваль о женственности. И на открывающей панели сидит, разговаривает о женственности, сидит 4 мужчины, да, и 2 так, ну, дружественных женщины. Вот примерно как это выглядит. Гендерные привилегии. Кто, как и почему выигрывает в битве полов. Вот, это, значит, приглашенный гость, которого даже в гугле тяжело найти, кто это вообще. Вот, оказывается, что это профессор университета Тасмании, университета Диккина Австралии. Исследователь маскулинности. Вот, я вроде, ну, достаточно прилично читал, ну, для среднего, скажем, человека в России на английском языке. Я первый раз слышу, кто это вообще, вот, до вчерашнего дня. Гегемонная маскулинность. Да, собственно, ну, ключ, в котором он выступал, понятен. Он абсолютно соответствует, то есть, продолжение Москову Фемфест. В этом смысле все было хорошо. Гегемонная маскулинность. Насилие и экология в чем связь? Это как раз вот, тоже, кстати, этот товарищ видер Ватерфалк находится с трудом даже в гугле. Вот, эксперт по маскулинности из Швеции. Выступает тоже, я так понял, в контексте, то есть, ну, кто не знает, опять же, что это зеленая партия, видимо, тоже состоит каким-то образом, с ними связан. У них экология странным образом перебротена с ЛГБТ-правами. Вот, поэтому они только в этом ключе понимают маскулинность, никак иначе. Тоже, как продолжение Фемфест замечательно состоялось. Значит, что стоит знать каждому мужчине? Разговор про здоровую маскулинность. Тоже, кстати, тяжело найти, кто это. Вот этот основатель ProMundo, не пойми, чего это за ProMundo. Я даже на их сайте вчера был и читал, читал, и все равно непонятно. Я так понимаю, крыша какого-то тоже, видимо, ну, в общем, то, что у нас называется НКО. Это тоже НКО, только зарубежное. То есть, создаются вот с конкретными пропагандистскими целями. Сталкиваются ли мужчины с сексизмом и дискриминацией? Дискуссия. Ну, надо понимать, что никакой дискуссии, естественно, там не было. Был филиал программы, классической программы «Неудобные на ихе», между прочим, сегодня вечером. Они что-то новое, наверное, будут рожать, столь же, как обычно, содержательное. Вот, это такая вот, как раз тот самый Кривощоков, да, который автор Телеграм-канала. А, здесь как раз, а, это, пардон, это и было то самое место, где Александр Эмрисов сказывался, то немногое разумное, что он там говорил. Какое у него звание, кстати говоря, длинное звучит. Член Совета мускулистской фракции гражданского общества. Кто это такой вообще? Координатор проекта «Разумный мускулизм». Что это за мускулистская фракция гражданского общества в курсе кто-нибудь? Дайте хоть ссылки какие-нибудь. Кто, кто, у меня опять, кто все эти люди, блин? Кто все эти люди? Сергей Медведев, историк, писатель, журналист, по-моему, это тот самый человек, который гуглил, что такое юридический аборт, бумажный аборт. Вот, и модератор, чтобы понимал, кто модератор. Сооснователь, ты не одна. Вот, ну, опять же, кто знает, что такое Анна, тот же, тот должен знать, что такое ты не одна. Вот, это, эти люди обсуждали дискриминацию мужчины и сексизм. Вот. Если бы не вот этот вот человек, Александр Эмрис, то, в общем, не прозвучало бы вообще ничего. Замечательный, вот, один заголовок, только послушайте, как вам нравится, тема для доклада. Что такое консент? Казалось бы, один вариант. Или как понять, что ты не насилуешь женщину? Вот, представьте себе симметричный доклад какой-нибудь на FEMFESTE. Выходит, да, кто, собственно, выступал? Да, естественно, женщина. Вот, сексолог, психотерапевт. Соучредитель Mental Health Center. Я так понимаю, вот, если не хотите, в общем, проблем со здоровьем, то это место, куда лучше не обращаться. Представьте себе, например, на FEMFESTE, да, скажем, такой, например, доклад. Выходит мужчина на FEMFESTE и уступает с докладом под названием, скажем, «Как понять, что ты не грабишь мужчину и не берешь у него заложников?» И человек реально будет полчаса говорить на эту тему. Ну, вот, примерно так это и звучит. Ну, содержания почти никакого интересного нету. Это вот пересказ лекции Гарри Брода, который я переводил, который лекции уже больше 10 лет, по-моему, да, он выступал назад. Его уже в живых нет. Но повестка та же. Это, наверное, центральная тема вообще, если так, всего фестиваля. Вот, да. Гомофобия. Чего боятся гетеросексуальные мужчины? Сексолог, психотерапевт, специалист в области проблем гендерной идентичности. Ну, я не буду на русский переводить, получится нецензурно, как бы. Сами догадайтесь. Кто не догадается, ну, посмотрите, пролистайте. Зачем и где мужчина мучится сексу? Кто вам расскажет? Вам расскажет такая дама, очень-очень молодая, явно не особо опытная, интегральный секс-коуч. Я так понимаю, фраза интегральный секс-коуч переводится как образования нет вообще, скорее всего, да? Никакого. Мужчины на грани. Почему мужчины умирают раньше и ходят к психологам реже, что с этим делать? Ну, вы тут тоже можете догадаться, в принципе, что они могли на эту тему сказать. В общем, можете послушать. Старость, страх или ресурс, дискуссия? Старость, не радость, да. По-моему, этот я слушал даже на скорости больше, чем два. Промелькнул незамеченным, в общем, практически. Современное отцовство, сдвиг сознания или мода? Тут как раз были знакомые имена. Знаю, да, или рождественская. Вот, ну, в общем, уши в уши здесь тоже были видны достаточно хорошо. Ну, в принципе, не знаю. Я посмотрел, что это за папа-школа. Честно, как-то, ну, с лета впечатлений никакого не сложилось. Какие-то отдельные разумные фразы звучали. Ну, в общем, это было вот какие-то крупицы, которые нужно реально просеивать там. Тонны какой-то воды, какой-то извиняющийся там и подыгрывающий всему этому шабашу. Вот, но где-то там что-то промелькивает про тему, в общем. Типа отношения, в общем, роль отца. Тема не раскрыли, я считаю так. Да, и что такое современный успешный мужчина? Честно, еще не влез посмотреть, что это за проект «Мужчина, вы куда?», но можно примерно догадаться. Вот, это, как бы, кратенько, что происходило, собственно, в этом самом замечательном фестивале. Да, а не еще. Gender Team, кто вдруг хочет, вот, для вашей организации суперуслуга. Для организации мы разрабатываем анти-харрассмент-тренинг и серию тренингов по обучению сотрудников гендерной грамотности. Я так понимаю, вот, ну, это для тех, кому вообще, ну, как бы, моносфера и повестка близка, когда у вас организация занимается чем-то таким, начинает такие вот тренинги проводить. Это означает, нужно искать другое место, в общем. То есть, с этой организацией, скорее всего, будет быстро покончено. То есть, скоро придет какой-нибудь зам, руководство, повернутый на всю голову, вот, и, собственно, под его, подбой его барабана, в общем, организация пойдет под откос. Потому что, когда у вас по гендерному принципу начинают формироваться команды, там, да, и, там, эквотироваться должности, то, в общем, считайте все. Можно на этом месте уже убегать. Думаю, хороший знак. Так что, если вот этих людей увидите в офисе, то, в общем, или фамилии там кого-то. А, да, там один из больших партнеров был, Esquire. Я готов деньги поставить, чтобы большая часть собравшихся не знает, как переводится слово Esquire, что оно значит. Ну, я так понимаю, что Esquire – это некий такой конкурент и дополнение к GQ, да, про которых тоже уже все было сказано. В общем, здесь, собственно, видны вот эти вот мозговые центры. Значит, рассказывают нам, что такое мужские проблемы. Ну, это как они их понимают, в чем мужские проблемы. Новая мужественность, да, вам расскажут, что такое новая мужественность. Причем начинается все вроде бы за здравие, да, то есть почему вы считаете, что в России назрела необходимость дискуссии о новой мужественности? Ну, правдивый ответ, потому что кураторы из зарубежного НКО башляют на это дело. Ну, мужчины сами говорят об этом. Еще как, в общем. Я думаю, в Ютьюбе даже достаточно было бы найти, кто о чем готов поговорить. Точнее, запросу чуть-чуть как «Не давайте поговорим про новую мужественность», а так «Давайте поговорим и про мужские проблемы тоже». Да, эта тема тоже, это красная линия, как мы знаем, да, у всех заслуженных психологов. Мы четвертый год подряд делаем Moscow FemFest, гендерный фестиваль с фокусом на женскую повестку. Просто гендерный, чего уж мелочиться. На нем мы не могли уделить маскулинности много внимания. Но тут вы исправили, да. Но в нашей аудитории много мужчин, которые жаждут поговорить про мужское. Я бы так сказал. Мужчины очень своеобразно были выбраны. Скажем так, проблема, про которую они говорили, я очень сомневаюсь, что это проблема, которая волнует действительно большую часть мужчин. В нашем окружении также есть мужчины-оппоненты, которые считают, что мужчины ущемлены гендерной системой не меньше женщин. MailFest для них в том числе. Да, я считаю, что MailFest продемонстрировал, что, в общем, ущемляете именно вы. Вот, собственно, этот шабаш, который творится каждую неделю на Эхо Москвы, это вот такой крупный ежегодный такой шабаш. Видимо, на будущий год тоже будет. Думаю, меня теперь уже точно туда не позовут. Ну, в принципе, невелика потеря. В общем, они, я думаю... На самом деле, им, конечно, не интересно ничего выслушать. То, что на самом деле людей волнует. Про это просто запрещено говорить. Это черный список тем. Но, в общем, мужчин-оппонентов там не было толком. Опять же, если не брать этого господина Эмриса. Не знаю, я ссылки вставлю на это. Вот, можете почитать, в общем, типа, идеологическая, так сказать, программа. То есть, что было... Вот, видите, типичный представитель мужчины в России. Вот, его, видите, волнует проблема. Считаете ли вы, что российское общество готово к дискуссии на эту тему? Да, в российском общем достаточно психически зрелых детей до старта конструктивного диалога. По-моему, вы забыли мужчин, собственно, позвать. А так, конечно, да. То есть, дискуссию-то вы начали. Но дискуссия началась, как обычно, в общем, в своем кругу. Да, вот тоже типичные российские мужчины, сразу видно. Считайте, в России маскулина страна. Ладно, короче, читать не буду. Ссылки вставлю. Захотите почитать, в общем, идеологическое обеспечение. Кто идеологическое прикрытие делал и как и что? Вот, спецпроект Esquire о современных мужчинах. Вот, автор, один из устроителей, собственно, фестиваля задается вопросом. Наверное, не просто так, да, задается этим вопросом. Как быть мужчине в мире побеждающего феминизма? Ну, понятно, как, собственно. На этот вопрос Александр Эмрис отвечает в своем интервью в анкете. Кто такой настоящий мужчина, да? Да, пережитые в детстве насилия. Ну, в общем, опять, все более-менее понятно. Более-менее понятно. Не знаю, что-то еще добавить. Вроде, что хотел сказать, сказал. Ну что, в общем, наверное, время подвести черту под всем этим шабашом. Это было не мужское. Это была такая проплаченная. И, в общем, видны западные уши. И там западные НКО видны. И вообще, честно говоря, много услышал общего с тем, что в последнее время снова оживились. Здесь увидели, да, снова стала появляться Оксана Викторовна Пушкина. То есть они там оживили свою работу над проектом про закон о профилактике семейного бытового насилия. По-моему, на этом фильм-фестике тоже что-то звучало. Отдельного доклада не было, но эта повестка точно проходила. Абсолютно это было. А как еще? Не могло быть. Я думаю, что где-то вот типа фонд Генриха Бёля, на самом деле, где можно искать, кто, собственно, оплачивает деятельность. Типа вот Аля Оксаны Пушкиной, Алены Поповой. Кто на самом деле все это двигает? Я думаю, что это где-то примерно там. Возможно, это не сам фонд, например, Бёля, а какие-то структуры выше них, более агрегирующие, которые выделяют сначала деньги этим институтам, типа институт Гёте, институт Бёля и фонды еще кого-нибудь. А потом уже они, так сказать, в свою очередь, вот. Но думаю, что где-то там у них, скорее всего, общий корень, мне так кажется. Ну вот, могу я частное мнение высказать? У меня такое ощущение. И в этом ключе они свои деньги отработали, то есть там поставили фигурок, фигурки проговорили там почти все нужные слова. Никакую практически серьезную тему ни одну не подняли вообще. То есть проигнорировано все, все, что можно. Можно, если там найти, допустим, 19 пунктов мужского эгалитарного движения, например. Даже если половину от них отбросить, как там ха-ха-хи-хи, все равно на вторую половину можно было, в общем, вполне сделать. То есть это заняло бы половину дня точно. Просто даже пройтись по этим пунктам. Вот. Ну все проигнорировано, вообще все. Все, что сколько-нибудь значимое. А все эти места как бы заняты озвучкой, ну, в общем, прямо скажем, интересов меньшинств во всех смыслах этого слова. Меньшинств в смысле меньшинств и меньшинств в смысле меньшинств. И то есть в этом смысле справились ли они с задачей продолжения фем-фестиваля? Да, справились. То есть получилась фем-фест часть вторая. Вот. Но под флагом типа мускулинности. Вот. Я бы все-таки сказал, что не стоит этим ребятам надевать на себя флаг мускулинности. Знаете, это не какое-то там общественное объединение, где вы сами себе пишете. Вы считаете, что вы говорите от имени мужчин. Я считаю, что нет. Вы, в общем, заткнули рот фактически. Вот. И вы не частью решения стали, а частью проблемы. Вот. И вы эту проблему выкопали еще чуть глубже, на мой взгляд. Ну, а там, в общем, каждому делать свои выводы. Вот. Кто захочет, у кого терпения хватит, посмотрите там отдельные доклады. Наверное, на этом у меня все. Пока. Счастливо. И услышимся. Увидимся.